Ну, такое ощущение, что еще не все контрольные проверили. Но вот я свою пачку проверила и имею замечания по этому поводу. То есть, возможно, они не к вам адресованы, потому что, мне кажется, действительно большая проблема в том, что очень мало народа ходит на лекции, на семинары, соответственно, там потом ничего не знают. Но на всякий случай, ну опять же, это вот все транслируется, на всякий случай, наверное, полчаса потрачу на такой разбор полетов, что ли. Вот. Что меня сильно удивило, там вот задача была, последний пункт первой задачи, там была группа порядка pq в квадрате, и p было больше, чем q. Ну, простые, естественно. Вот. И там предлагалось доказать, что если силовская p подгруппа не нормальная, то силовская q подгруппа нормальная, если силовская p подгруппа не нормальная, то силовская q подгруппа нормальная. Вот. Ну и, или не единственная, а не единственная, кажется. Ну это одно и то же, как вы все знаете, конечно. То есть силовская q подгруппа единственная. Вот. Ну и начинают все хорошо, что количество силовских подгрупп, оно единица по модулю p и делит q в квадрате. Индекс делит так, что оно равно единице или q в квадрате, потому что q быть не может, q меньше, чем p. Не q, так как q меньше, чем p. И не может быть сравнимо с единицей по модулю p. Дальше народ начинает то же самое писать на nq, что мне глубоко непонятно, потому что, казалось бы, все, мы закончили. Смотрите, элементов порядка p. Значит, две подгруппы порядка p, конечно, не пересекаются. Элементы, ну, пересекаются по единице только подгруппы порядка p, пересекаются только по единице, что, кстати, неверно для подгрупп порядка q в квадрате. Там у них могут быть общие какие-то подгруппы. Пересекаются по единице. Из чего мы заключаем, что число элементов порядка p, количество элементов порядка p, порядка p, оно есть, если np не равно единице, если наша силовская подгруппа не единственная, равно q в квадрате на p-1. А порядок группы у нас pq в квадрате. Ну и, естественно, разница тут всего лишь между этими двумя числами. Разница всего лишь q в квадрате, то есть как раз достаточно места, чтобы у нас была ровно одна подгруппа порядка q в квадрате. Поскольку это порядок g минус q в квадрате, так что осталось место для ровно одной подгруппы порядка q в квадрате. Что очень странно, что народ начал то же самое, вот те же выкладки писать для nq. Ну понятно, если nq равно p, то вообще-то мы так просто оценить количество элементов порядка степень q не можем, потому что, конечно, эти p подгруппы, они могут пересекаться по каким-то подгруппам. Ну, в общем, ну здесь вроде бы все очевидно. Вот. И второе, что меня удивило, это то, что почти никто не знает, что такое фрабениуса нормальной формы. То есть даже в самых лучших работах, там, когда была задача описать все такие матрицы с точностью досопряжения в последней задаче, там народ писал жордановую форму, ну какая жордановая форма на dR, не бывает такого. То есть у нас вот а, такая матрица, да, и что там с ней было? Там а в квадрате плюс тождественное на а минус тождественное было равно нулю, то есть в квадрате, да, а в квадрате плюс тождественное на а минус тождественное не было равно нулю. Вот. И что-то найти минимальный многочлен, найти характеристический многочлен, написать все такие с точностью досопряжения. Вот. Значит, минимальный многочлен. Ну, минимальный многочлен это просто. Минимальный многочлен это образующие идеалы, состоящего из многочленов, зануляющихся вот в нашем а. То есть минимальный многочлен делит вот это и не делит вот это, да? поскольку минимальный многочлен мю, поскольку мю это в точности идеал многочленов нулевых в а, ну, обращающихся в нуль в а, у которых, ну, идеал многочленов в п, таких, что п от а равно нулю, ну, это сидит в п, это не сидит в п, то есть это кратность мю, это не кратность мю, да? Значит, мю делит t в квадрате плюс 1 на t минус 1 в квадрате и мю не делит, не делит, соответственно, t в квадрате плюс 1 на t минус 1. Вот это многие заметили, что вот дальше там нужно выписать возможности для мю, почему-то многие потеряли t в квадрате плюс 1 в квадрате и t минус 1 в квадрате, ну, ладно, значит, возможности t в квадрате плюс 1 в квадрате, t минус 1 в квадрате, ну, потом окажется, что вот это как раз невозможность, t в квадрате плюс 1 в квадрате на t минус 1, t в квадрате плюс 1 на t минус 1 в квадрате, Ну и сам t в квадрате плюс 1 в квадрате на t минус 1 в квадрате. Ну, этот сразу отметаем. Он в степени 6. А у нас матрица 5 на 5. Минимальный многочлен делит характеристический. То есть это невозможно по соображениям размерности. Если у нас размерность пространства 5, минимальный многочлен не может быть в степени 6. Он делит характеристические, а характеристические степени 5. Это тоже, в общем, сразу видно, что не бывает. Но давайте скажем, почему. Если мю это t в квадрате плюс 1 в квадрате, тогда непонятно, какой характеристический. У характеристического те же корни. У него те же неприводимые сомножители. Значит, характеристический тоже должен быть степень у t в квадрате плюс 1. Степень t в квадрате плюс 1. Но это всегда четное. А у нас пространство нечетномерное. Не может быть. Поскольку пространство нечетномерное. Так что этот у нас тоже отметается. Ну и дальше все просто. То есть если мю это t минус 1 в квадрате, извините, характеристический многочлен, у него те же корни. Это степень t минус 1. t минус 1 в пятой, поскольку пространство пятимерное. Ну и там, понятно, какие-то жордановые клетки. Должна быть обязательно жордановая клетка размерности 2. Жордановые клетки такие с ламбда равным единицей. И обязательно есть жордановая клетка размерности 2. Потому что если бы не было, если бы был бы, конечно, просто тождественной. И жордановых клеток размерности 3 нет. Потому что если есть жордановая клетка размерности 3, то она t минус 1 в квадрате не убьется. Нужен t минус 1 в кубе. То есть жордановые клетки размерности 1 или 2. Так что у нас есть две возможности. 1, 1, 1. Тут единички. Или две жордановых клетки размерности 2, извините. И одна размерность 1. Теперь вот это вот. Здесь минимальный равен характеристическому. Минимальная степень и 5, характеристическая степень и 5. То есть если мю это t в квадрате плюс 1 в квадрате на t минус 1. Значит, характеристический, поскольку он в степени 5 и делится на мю, ну тоже такой же. Теперь с нормальной формой. Тут вот почти никто правильно не ответил, ну из того, что я видела. Здесь нужно, конечно, сказать, что наше пространство – это прямая сумма двух циклических подпространств. То есть наше пространство R5 – это что такое, вот на котором, собственно, наш оператор действует? Это прямая сумма, значит, R от t по вот этому делу, t в квадрате плюс 1 в квадрате. Ну понятно, взаимно простые, ну то есть минимальные скорее, взаимно простые многочлены. Многочлены, фактор по их произведению – это прямая сумма факторов, да? Плюс R от t на t, t минус 1. Ну здесь понятно, здесь оператор просто действует тождественно, это жардановая клетка размерности 1 с единичкой. Здесь жардановой формы никакой нет на dR. Здесь фрабениусовая форма, и для того, чтобы ее найти, надо вот этого друга, ну раскрыть здесь скобки. То есть Rt по t плюс 1 в квадрате – это вовсе не сумма двух фрабениусовых клеток, где t в квадрате плюс 1. Аннулируется он не t в квадрате плюс 1, а t в квадрате плюс 1 в квадрате. То есть его нужно переписать в виде t в четвертой плюс 2t в квадрате плюс 1, да? То есть фрабениусовая клетка у нас тут. Оператор наш во фрабениусовом базисе имеет вид, известно какой, под диагональю единички, а в последнем столбце минус коэффициенты вот этого многочлена. То есть минус единичка здесь, 0 здесь, минус двойка здесь, 0 здесь. А? Да, еще один блок, я говорю, фрабениусовая клетка. А значит вид оператора, ну, класс сопряженности, класс сопряженности, ну, да, нормальный вид оператора, ну, то есть матрица с точностью до сопряженности, это вот такая штука еще с единичкой. Что меня удивило, даже люди, которые многое другое сделали хорошо, вот как-то это в среднем не сделали. Ну, может, просто времени не хватило, конечно. Ну, и есть еще один случай остался, когда мю у нас t в квадрате плюс 1 на t минус 1 в квадрате. Ой, я куда-то залезла, где не видно, не видно в камере. Давайте я это перепишу все-таки. Значит, нормальный вид оператора. Значит, фрабениусов вид. Фрабениусов вид это такая штука. 1, да? Нет, что-то не то. Что-то не то. Так, это 4. Значит, здесь 0, а здесь 1. Повторюсь, извините, для тех, кто у нас слушает запись, что откуда это все взялось. Вот блок 4 на 4 фрабениуса в блок. Господи, извините, что-то я не то нарисовала. Так, 4 на 4 фрабениуса в блок. И откуда он взялся? Как любой фрабениусов блок, он берется из того, что у нас это вот циклическое подпространство, циклический подмодуль. Аннулятор его не t в квадрате плюс 1, а t в квадрате плюс 1 в квадрате. То есть нам нужно этот t в квадрате плюс 1 в квадрате, нужно в нем раскрыть скобки и здесь написать минус коэффициенты. Вот. Фрабениусов вид. Аннулятор вот этой вот фрабениусовой клетки порожден t в квадрате плюс, ну, t в четвертой, давайте я сразу раскрою, плюс 2t в квадрате плюс 1. Поэтому здесь минус 1 и минус 2 стоят. Вот. Хорошо. И последний случай. Последний случай. Это когда минимальный многочлен t в квадрате плюс 1 на t минус 1 в квадрате. Вот. Тогда характеристический многочлен для него есть только одна возможность. Ну, вот у нас многочлен степени 4, характеристический степени 5, и у него те же самые корни, ну, или там просто он делится на него. Вот. Нет, важно, что те же самые корни, конечно. То есть здесь до характеристического не хватает t минус 1, естественно. хи это t в квадрате плюс 1 на t минус 1 в кубе. То есть здесь у нас есть такое нетривиальное разложение в сумму циклических. у нас вот эти вот инвариантные делители, как это называлось, вот были такие хитые, такие, что хитые делят х и плюс 1, и последние хитые – это минимальный многочлен. Да, кроме мю, есть еще один инвариантный делитель, инвариантный множитель, наверное, все-таки. Еще один инвариантный множитель, инвариантный множитель. Ну, вы знаете, там теорема о строении модулей над кольцами главных идеалов, там фигурируют такие, значит, х1 делит, ну, который х2, да, и произведение этих хитых характеристически многочлен. То есть х1, х2 – это хи, вот, значит, х1 – это кто такой? Это t минус 1. И наш модуль, наш модуль, значит, пространство, как модуль над кольцом многочленов, это r от t, в этот раз на t в квадрате плюс 1, вот, потом r от t на t минус 1 в квадрате, это то, за что у нас отвечает мю, да, это мю, вот, и потом еще вот то, что берется из х1 – это r от t на t минус 1. Вот, так что у нас тут что получилось? У нас получилось отсюда единичка на диагонали, и все. Здесь будет фрабениусовая клетка, здесь будет жордановая клетка двумерная. То есть фрабениусовая клетка у нас тут какая? Фрабениусовая клетка – это, значит, в последнем, там, дважды два клетка, второй столбец – это минус коэффициент многочлена, то есть минус 1, 0. Вот это вот фрабениусовая клетка, потом жордановая, и потом единичка на диагонали. Вот, то есть вот эта вот штука у нас сидит здесь, фрабениусовая клетка, вот эта вот штука – это жордановая клетка, ну и здесь единичка. Вот, надеюсь, все это, если народ не выучил, то выучит те, кому надо пересдавать, уж точно должны это все знать хорошо. Вот, да, насчет пересдачи, я не знаю, есть ли тут кто-то, кто будет в ней заинтересован, потому что люди, которые везде ходят, все-таки обычно пишут нормально, вот, но надо, ну это будет либо на следующей неделе, либо через неделю, понятно, вот как было бы удобнее пораньше, попозже, если кто-то чувствует, что он как-то не очень написал, и может быть заинтересован. Есть кто-то такие? Попозже? Ага, хорошо, ну тогда, наверное, 22-го, 23-го там. Вот, так, сильно затягивать тоже с этим нельзя. Вот, ну опять же там, кто хочет переписывать с положительной оценкой, это рискованно, потому что эта положительная оценка может при переписывании пропасть. Так что это очень-очень не советуется. Ну вот если там кто-то вот прямо железно уверен, что он написал на 5, потому что у него там болела голова, не знаю что, а вот он может прийти и написать на 8, то, ну можно. В общем, не возбраняется, но крайне-крайне не рекомендуется. Так, хорошо, значит, мы остановились на Лемме Гауссе. Напомню, что у нас тут происходит, потому что это было давно. Да-да, конечно, конечно. Нет, ну, поскольку переписывание еще только через 2 недели, конечно, результаты появятся задолго до него. То есть я свои результаты там, я думаю, что я попрошу всех, кто проверял, ну вот Никита проверял тех, кто онлайн, тех, кто оффлайн, их проверяли, вот я, Марат и Саша, и попрошу просто это занести в учебную часть вместе со списком, ну кто проверял у кого, и вот можно будет там посмотреть. Ну и если учебная часть согласится, на что я очень надеюсь. мне кажется, это самое простое. Потому что проверяли не каждую свою группу, а как бы все вперемешку. А подлайн будут результаты на странице, на странице, на улице? А, ну, наверное, да, я просто как-то, поскольку у меня информатический кретинизм такой в легкой форме, то я думаю, что, конечно, будет какая-то возможность в частях выложить. Так, значит, тлема Гаусса, на которой мы остановились в прошлый раз, она гласит, что произведение содержания равно содержанию произведения. Давайте я напомню, что это вообще все такое. У нас есть А, факториальное кольцо. И у нас есть К, его поле частное. Ну, например, Z и Q. Вот когда такие рассуждения происходят, держите просто в голове Z и Q. Ну, вообще, конечно, может быть и кольцо многочленов с полем рациональных функций от одной переменной, и кольцо гауссовых чисел с полем гауссовых чисел. Вот, возможные варианты. Тогда мы определили содержание многочлена как наибольший общий делитель его коэффициентов. Ну, что такое наибольший общий делитель в факториальном кольце, мы это выяснили. Удобнее всего его определять с точностью до обратимого, тогда не нужно выбирать систему представителей неприводимых. Так, вот, наибольший общий делитель кого? А и B. Если А и Б сидят в А, это что такое? Мы их разложили на неприводимые, одни и те же. Ну, давайте с точностью до обратимого. Мы договорились, что неприводимые, мы берем одни и те же, но некоторые из них в степени 0. Ну, понятно, что произошло. Мы взяли все неприводимые, которые участвуют либо в А, либо в В, записали их в такое разложение. Ну, если не участвуют, то пусть будет 0 коэффициент. И мы объявили, что нод это что такое? это P1 в степени минимум K1, L1 и так далее. PL в степени минимум KL, ML. Ну и с точностью до обратимого. У нас тут эти обратимые. Мы как-то... Ну, в прошлый раз мы выбирали систему представителей, систему представителей неприводимых элементов для однозначности такой вот уж совсем. Но все равно при этом наибольший общий делитель лучше его определять неоднозначно. С точностью... Когда начинаются разговоры вот про то, что содержание произведения равно произведению содержания, это, конечно, верно с точностью до обратимого. До обратимого. То есть когда мы говорим про наибольший общий делитель, мы считаем, что 2 и минус 2 это одно и то же. Ну и радостно заметили, что то же самое можно произвести и в поле частное. Вот если A и B сидят в K, то у нас A это... Напишем точно так же. P, L, H, L, где K и это просто какие-то целые числа. И B тоже напишем как произведения тех же самых неприводимых. Просто выберем все неприводимые, которые хоть как-то участвуют либо в числителе, либо в знаменателе. А или B. То же самое. Ой, ну да, вроде все правильно. P, L в степени M, L. И здесь M и T тоже целые числа. Могут быть положительные или отрицательные. Отправляем вверх. И точно так же определяем ноль. То есть, например, ноль там 2-х пятых и 10-ти третьих это будет что? Это будет 2- пятнадцатых. Как-то так, да? Так. Так. Значит. Значит, нод определяется точно так же с точностью дообратимого элемента кольца А. То есть в кату у нас все обратимо, но, конечно, мы имеем в виду с точностью дообратимого элемента А. То есть, например, нод, что я там говорил, две пятых и десяти третьих, это у нас две пятнадцатых. Хорошо. И содержание многочлена мы определили как нод его коэффициентов. Значит, содержание многочлена. Вот у нас был F из КТ. И К здесь не абы какое поле, а поле частных факториального кольца А. Значит, содержание многочлена. Это нод его коэффициентов. То есть мы берем произведения простых, в смысле неприводимых, которые входят в эти коэффициенты в минимальной степени, в которой они туда входят. То есть, например, содержание, если F это кто у нас такой, не знаю, 2x квадрата минус 7 вторых x минус 1 трень, то содержание у него будет 1 шестая. Если я здесь напишу, например, там 17 третьих, содержание тоже будет 1 шестая. То есть минимум, с которой у нас тут 17 входит, это 0, минимум, с которой 7 входит, тоже 0, а минимум, с которой двойка входит, это минус 1, и тройка тоже минус 1. Так что получается 1 шестая. Прекрасно. И что же гласит Лема Гаусса? Лема Гаусса гласит, что содержание произведения равно произведению содержаний. говорит, что содержание произведения равно произведению содержаний. Доказательство очень красивое. Я напомню пару свойств содержания, которые мы в прошлый раз видели. Вопросы какие-то, может быть? Была пара свойств содержания у нас простеньких. Во-первых, многочлен у нас с целочисленными коэффициентами тогда и только тогда, когда его содержание целое. То есть f сидит в а от t, а здесь я зачем-то x писала. Ну ладно, пусть t будет. Значит, свойства. Это мы видели в прошлый раз. Они простенькие. Такие свойства, которые нам важны, это то, что содержание многочлена сидит в а тогда и только тогда, когда сам многочлен сидит в а от t. Ну что значит содержание сидит в а? Вот содержание, если бы оно было целое, это бы значило, что у нас ничего-ничегошеньки в знаменателях нет. Потому что иначе, как только что-то появляется в знаменатель, оно сразу входит в содержание с отрицательной степенью. Так что содержание у нас сидит в а, если содержание многочлена равно единице, все, многочлен целочисленный. Если оно равно 10, тем более, только еще и все коэффициенты делятся на 10. Значит, и второе свойство. Если мы многочлен на что-нибудь умножим, то содержание умножается на то же самое. Ну тоже логично. c от лямбда f, где лямбда скаляр, это лямбда c от f. Если лямбда, это элемент k. Ну давайте доказывать лямбу Гаусса. Доказательства ляммы Гаусса. Из вот этого второго свойства видно, что каждый многочлен можно представить как произведение. Значит, его содержание на какой-то другой многочлен содержанием единицы. Из двух следует, что f это c от f скаляр можно вынести на f0 и c от f0 будет единицей. Ну и, соответственно, g тоже. c от g на g0 и c от g0 равно единице. В частности, в частности, f0 и g0, они целочисленные. Значит, что нам надо доказать? Ну, fg, конечно, fg, это что такое? Это c от fg на f0 и g0. Что? Нет, мы это не пытаемся доказать. Тут я просто перемножила два вот этих друга. Нам нужно доказать, что f0 и g0 имеют содержание единицы. Вот что нам нужно доказать. Значит, лемма Гаусса будет следовать из того... Ну, в общем, достаточно доказать... Давайте напишу. Нужно доказать, что c от f0 и g0 единица. Мы это доказываем. Лемма Гаусса состоит в том, что содержание произведения произведения содержаний, и мы ее доказываем. Значит, необходимо и достаточно доказать, что лемма Гаусса равносильно тому, что c от f0 и g0 равно единице. То есть лемма Гаусса следует из частного случая, в котором все содержания равны единице. Ну, понятно, потому что fg это что такое? Это c от fg на f0. То есть нам нужно доказать, что f0 и g0 имеет содержание единицы. Тогда f0 и g0 равно fg0, и мы получим, что c от fg равно c от fc от g. Ну, давайте это докажем. Что у нас есть два многочлена с содержанием единицы. Нам нужно доказать, что содержание их произведения тоже единица. Напоминаю, что оно определено с точностью до обратимых. f0 и g0 у нас целочисленные, это многочлены над а, поскольку целочисленное их содержание. Значит, из вот этого первого свойства мы видим, что f0 и g0 многочлены над а. Давайте их приведем по модулю p. Вот допустим, что содержание f0 и g0, оно не единица. Значит, если cf0 и g0 не единица, то есть какой-то неприводимый, который его делит. то существует p неприводимый такой, что p делит cf0 и g0. Давайте посмотрим по его модулю, что происходит. Мы помним, что да? Ну, конечно, можно все расписать, но просто долго будем расписывать. Если у нас содержание равно единице, значит у нас одно из аитов равно единице? Нет, 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 совсем нет. Если содержание равно единице, это значит, что наибольший общий делитель всех аитов равен единице. То есть если у меня многочлен, например, 75x2 плюс 3x плюс 43, у него содержание равно единице. Это значит, что коэффициенты, что у коэффициентов нет никакого нетривиального общего делителя. Я хочу спросить, почему у нас содержание, что кэффициент а его делят? Что? Почему именно кэффициент а его должен делить? Ну, потому что у нас это содержание, элемент а. Если оно не единица, если содержание определено с точностью дообратимых, если он необратим, то есть какой-то неприводимый, который его делит. Потому что у нас многочлен f0, g0 с коэффициентами из а. f0 и g0 с коэффициентами из а, значит их произведение тоже. Там вот свойство написано, что содержание сидит в кольце тогда и только тогда, когда многочлен с коэффициентами из кольца. Так. Хорошо. Мы знаем, что в факториальном кольце неприводимые элементы порождают простые идеалы. Мы сейчас все по модулю этого идеала рассмотрим. Значит рассмотрим. Рассмотрим равенство. Рассмотрим f0 и g0 по модулю p. То есть что это такое будет? Давайте их как назовем f с крышкой и g с крышкой. f с крышкой 0, g с крышкой 0. Какие-то многочлены с коэффициентами из а по модулю p. Просто взяли все коэффициенты и рассмотрели их по модулю p. Вот. Это область целостности. Значит имеем f0, g0 с крышкой. Ну что это такое? f0, g0 по модулю p. А тут-то содержание делится на p. То есть все коэффициенты вот этой штуки делятся на p. Это просто ноль. Здесь все коэффициенты делятся на p. Все коэффициенты делятся на p. Так что их произведение в этом кольце прекрасно будет нулем. Но это же целостное кольцо. В факториальном кольце неприводимый элемент прождает простой идеал. То есть а по p целостное, значит а по p от t тоже. Но а по p целостное, это не тривиальное свойство, это факториальность а. Это факториальность а. Факториальность равносильно тому, что неприводимые элементы порождают простые идеалы. Так что кольцо многочленов. Мне очень хочется это на другой доске писать. А по p от t тоже. Вот. И все. Значит f0 с крышкой или g0 с крышкой равно нулю. А это значит, что p делит все коэффициенты f0 или g0. Противоречие. f0 с крышкой. f0 с крышкой или g0 с крышкой равно нулю. Раз их произведение равно нулю. Раз их произведение равно нулю. Ну а это уже противоречие, потому что мы договорились, что содержание f0, мы так его определили. и же 0 тоже равно единице. А это противоречие. Так что содержание произведения действительно таки равно единице. c от f0, g0 равно единице. Ну и соответственно, значит, c от fg равно cf cg. cf0, g0, да? Вот. Прекрасно. Прекрасно. Это Лема Гаусса. Она очень полезная. У нее масса ценных следствий. Например, такое. А? Вопросы? Следствие. Ну следствие из нее основное то, что разложение над факториальным кольцом, это более-менее, ну с точностью до каких-то элементов кольца, это более-менее то же самое, что разложение над его полем частных. Вот. Следствие. Значит, во-первых, если у нас есть два многочлена с коэффициентами из а, и один делит другой, но не на да, а над полем частных. и у делит p в чем? В k от t, а содержание? А с от q делит cp, ну в а, естественно, это два элемента из а, то q делит p в а от t. Ну то есть что это значит? Значит, что p разделить на q, ну априори это был какой-то многочлен с рациональными коэффициентами. А вот если выполняется условие на содержание, ну например, q со старшим коэффициентом единица, то это верно и в а. Ну, более-менее понятно, почему мы берем, ну как бы из практики понятно почему, берем p делим столбиком на q, если там... Нет, ну не совсем, конечно, понятно. Не совсем понятно, потому что содержание единица, как мы тут заметили, это не то же самое, что старший коэффициент единицы. То есть это более как бы слабые условия. Так что да, это нетривиальное следствие Лема Гаусса. Почему? Потому что частное содержание – это содержание частного. Если оно получается элементом а, ну сейчас я это все напишу, конечно, подробно, то и... Ай, надо стереть вот это. Значит, в самом деле... В самом деле... Что-то в самом деле... Что мы имеем? Мы имеем p равно q умножить на r, где r – какой-то многочлен из Каатты. Но мы по леме Гаусса знаем, что содержание r – это содержание p на содержание q. И по условию оно принадлежит a. Значит, на самом деле r с целыми коэффициентами. Ну вот одна ситуация, с которой вы уж точно сталкивались. Если у нас степень q равна единице, если у нас многочлен с целыми коэффициентами, и у него есть рациональный корень. Значит, например... Ну здесь как раз все можно руками сделать, конечно же. Если у нас p какой-то многочлен из Ааатты, и пусть у него есть корень, пусть у него есть там маленькая p на маленькую q, его корень в k. Что это значит? Это значит, что наш многочлен делится на pt – q. то есть q, большое, которое pt минус q маленькая, или нет, наоборот, qt минус p. Что-то делит? Делит p в kt. Вот что это значит. Ну если мы эти p и q выберем взаимно простые, то это значит, что содержание этого q равно единице. А это факториальное кольцо. Да, конечно, факториальное кольцо по определению области целостности. Область целостности с однозначным разложением на неприводимые множители. так, c от q равно единице, значит, q делит p также и в А от Т. Ну отсюда уже следует, конечно же, что p делит свободный член, а q делит старший коэффициент. Это, конечно, хорошо известный вам факт, что если у многочлена с целыми коэффициентами есть рациональный корень, p на q, то p делит свободный член, а q делит старший коэффициент. В частности, если там старший коэффициент единица, то, конечно, этот корень должен быть целым. Это такой, может быть, даже со школы известный факт. Ну вот это можно про него думать как про следствие Лема Гаусса. Ну, конечно, это можно сделать руками, а Лема Гауссе все-таки ее труднее сделать руками. Тоже можно, но, мне кажется, так через редукцию по модулю p, конечно, красивее. Вот. К чему я это говорю? К тому, что в факториальном кольце, если у вас есть многочлен со старшим коэффициентом единица, и он имеет корень в поле частных, то этот корень целый, например. Это хорошо, хорошо об этом помнить, когда решаете задачки, потому что если вас просят там доказать, что такое-то кольцо нефакториально. Если вы можете выписать многочлен с целыми коэффициентами, у которого есть корень в поле частных, который не целый, все кольцо нефакториально. В частности, это еще называют факториальное кольцо целозамкнутое. В частности, если у многочлена p из a от t есть, где a факториальное, есть корень в поле частных, в k, есть корень в k, то этот корень целый, то этот корень в поле частных. Какой бы вам такой примерчик привести нетривиальный? Не уверена, что мы прям все уже знаем, чтобы такие примеры приводить. Давайте попробуем. Давайте мы возьмем кольцо многочленов от двух переменных. Нет, вы знаете, давайте отложим нетривиальный пример. Давайте пока не буду приводить примеров. Ну, можно, конечно, приводить пример из z от корня из чего-то. z от корня из чего-то. То есть, смотрите, у нас есть, допустим, мы рассмотрим многочлен t в квадрате плюс at плюс b с целыми коэффициентами. Ну, мы знаем, какие у него там корни. t1,2 это что такое? Это минус a плюс корень из дискриминанта пополам. Вот, иногда можно так подгадать, что такие корни, ну, допустим, a и b там целые, иногда можно подгадать, что такие корни целые, в смысле рациональные, но не целые. То есть, вот, например, если b равно единице, нет, ну, я имею в виду, конечно, такое кольцо типа z от корня из d. От корня из d, где d как раз у нас вот что-то такое, если мы хотим доказать, что оно не факториальное. По-моему, для сравнимых с единицей по модулю 4 это работает. Ну, давайте посмотрим, если a равно, например, 3, а b равно единице, да? То, соответственно, корни получаются минус 3 плюс минус корень из 5 пополам. И такая штука лежит в поле частных z от корня из 5, но не в самом z от корня из 5. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Да-да, я просто хочу привести пример использования вот такого простого утверждения, которое вы наверняка знаете со школы. Вот многочлен, у него есть корни, и вот эти корни, так, видимо, все-таки не лежат в z от корня из 5. Их нельзя никак переписать так, чтобы они стали целыми. А если бы был корень из 3, то это бы, наверное, не прокатило по некоторым причинам, что как бы автоматически все оказывается целым. Нет-нет, он, конечно, не лежит в z от корня из 5. Я просто хочу сказать, что этот трюк работает не для всех z от корня из d, а для d, мне кажется, сравним их с единицей по модулю 4, потому что если d тройка по модулю 4, то, в общем, нельзя такого произвести. А? Ну да-да-да. Нет, я про это и говорю, что не надо думать, что z от корня из d не факториально вообще никогда. Это не правда, но если под корнем стоит что-то сравнимое с единицей по модулю 4, то, по-моему, вот такие штуки всегда проходят. Ну, в любом случае, мы видим пример использования такого утверждения, не факториально. Вот у нас многочлен со старшим коэффициентом единицы, у него есть корни в поле частных, но нет корней, но они не лежат при этом в самом кольце. Хорошо. Дальше что у нас? Второе следствие, это все было как бы первое следствие его частные случаи. Значит, второе следствие, это то, что разложение на простые множители в k от t, это почти то же самое, что разложение на простые множители в a от t. Значит, если p какой-то многочлен с целыми коэффициентами, если он как-то разлагается над полем частных, то тогда он разлагается и над самим a. то p, это что такое? p, это k штрих r штрих. Нет, ну давайте не будем k штрих r штрих писать. Давайте уж сразу напишу, то P это содержание P на Q0 на R0 в АТ. Ну где Q0 и R0 определяются так же. Q0 и R0 это многочлены пропорциональные QR, но с содержанием единицы. Значит, это что такое? Q0 это Q на C от Q, R0 это R на C от R, и они, естественно, с целыми коэффициентами. Ну это более-менее Лема Гаусса и есть. То есть, народ, вопросы какие-то? Что-то шумновато. Задавайте вопросы, если. Так. 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 Ну, в самом деле, по Леме Гаусса что у нас? Значит, P это C от Q на Q0 на C от R на R0, то есть по Леме Гаусса C от P на Q0 на R0. И все эти вещи, конечно, C от P это элемент А, поскольку P с коэффициентами в А, Q0 это элемент А от T, и R0 тоже элемент А от T. Поскольку содержание у них единица, значит они с целыми коэффициентами. Так что у нас есть связь такая неприводимых элементов А от T и неприводимых элементов в К от T. Неприводимые элементы А от T это в точности неприводимые элементы А с одной стороны и с другой неприводимые элементы К от T с содержанием единицы. Многочлены над полем, про многочлены над полем мы все знаем. С содержанием, ну не все, но многое, а с содержанием единицы. Вот, ну почему? Одно включение очевидное. Неприводимый элемент, неприводимая константа это, ну конечно, неприводимые элементы А от T. Значит, неприводимый элемент А, значит, неприводимый в А от T, это очевидно. Дальше, неприводимый элемент К от T с содержанием единицы неприводимый в А от T, ну тоже очевидно. Дальше, неприводимый в А от T, это значит, что разложение в А от T, ну не может быть на два многочлена степени больше нуля, да? Значит, в А от T может разлагаться только как константа на многочлен, разлагается как какая-то константа на многочлен, да? Давайте мы его назовем как-то, F неприводимый в К от T, а на G, да, где G той же степени, вот, в произведении двух многочленов строго меньшей степени он не может развалиться, поскольку он неприводимый в К от T, но это невозможно, если содержание F равно 1, как раз и значит, что мы не можем никакую константу вынести, да? Вот. А нет, там я только что писала, да? Вот, и теперь обратное включение, то есть одно включение просто, что вот все вот эти и все вот эти неприводимы в А от T, теперь нужно доказать обратное, что если у нас кто-то неприводимый в А от T, то либо он неприводимая константа, либо он неприводимый многочлен над полем частных с содержанием единицы. Пусть теперь у нас F неприводимый в А от T. То есть одно включение очевидное, докажем второе включение, пусть теперь F неприводимый элемент в А от T. F неприводимый в А от T. Ну, тут, конечно, есть три случая, его степень может быть нулем, значит, случай, там, значит, если степень F равна нулю, F это какая-то константа, ну, понятно, неприводимая константа в А. Вот, если степень больше нуля, если степень больше нуля, то содержание, конечно, один, иначе мы его вынесем, если степень F больше нуля, то содержание от F равно единице, иначе мы его вынесем, иначе F разлагается как содержание на F0, противоречит неприводимости. Напоминаю, что содержание у нас определено с точностью дообратимого, то есть вот это C от F равно единице, это значит, что C от F обратим просто. Вот. Ну и он неприводим в К от T, и F неприводим в К от T в силу чего? В силу предыдущего следствия. Видите, если он не неприводим в К от T, если он разлагается в К от T, вот он разлагается, то он и в А от T тоже разложится вот так. Вот. Так что третье следствие у нас тоже доказано. Неприводимый элемент кольца А от T мы описали. Ну и теперь грех не доказать факториальность кольца многочленов над факториальным кольцом. Это теорема целая. Доказательство там в две строчки. Но факт важный. Надо сказать, что это теорема. Значит, если А факториально, то кольцо многочленов над А тоже. Доказательство. Конечно, у нас уже время немножко кончилось. Давайте я... Это буквально пару слов. Было бы обидно, конечно, так оборвать. То есть у нас наш P, пусть он многочлен какой-то из А от T, тогда он разлагается на неприводимое. Понятно как. С от P на P0 и дальше P0 разлагаем на неприводимое в поле частных. P0, что это такое? Это Q1 и так далее, Qn. Разложение на неприводимое в поле частных. В поле частных. Они все с содержанием единицы. В силу вот этого второго следствия там получится, конечно же, что все эти наши Q и T можно выбрать содержанием единицы. А где все Q и T? А где все Q и T? С содержанием единицы. Там по этому следствию 2, да? То есть элементы А от T. Так мы разлагаем на неприводимое. Почему это единственное? Единственность. То есть пусть у нас вот это P, это C от P на Q1 и так далее, Qn. Пусть это еще равно R на S1 и так далее, S, M. Тогда все S и T с содержанием единицы, так что R равно C от P. C от S и T равно единице, так что R равно C от P. Ох, ну C от P тоже нужно разложить на неприводимое, да? Извините, это я забыла тут. Что? Извините, да, я забыла C от P разложить на неприводимое. C от P, это что такое? Это T1 в степени, я не знаю, или не T, как их лучше назвать? T, P, ну маленькие P, наверное, P1 в степени, P1 и так далее, P там, что? А, P, L, вот оно разлагается на неприводимое в A. Вот, ну хорошо, в любом случае это у нас все сократится. R равно C от P по лемме Гаусса, поскольку все S и T с содержанием единицы. Ну а дальше, поскольку у нас это равенство верное в К от T, значит, Q1 и так далее, Qn равно S1 и так далее, Sm в К от T, а К от T факториально, это мы знаем, кольцо многочленов над полем факториально, значит, Q и T, значит, M равно N, и Q и T от Sжитых отличаются на обратимый, а поскольку содержание тех и других равно единице, то этот обратимый, он обратимый и в A. Значит, Q, K, T факториально, значит, Q и T, значит, N равно M, и Q и T это константа на S и T, а поскольку содержание у обоих единиц, то эти константы обратимые. C от Q и T, C от S и T это единица, значит, что альфа это обратимый элемент A. Так что все у нас однозначно. Ой, господи, почему я пишу по-французски? Да. Факториальность кольца многочленов над полем? Ну как, оно евклидовое? Евклидовые кольца факториальные. Помните этот аргумент? Ну, кольца главных идеалов вообще факториальные. Потому что факториальное следует из чего? Из того, что если неприводимый делит произведение x, y, то он делит и одно из них. А это верно в кольце главных идеалов. Потому что если неприводимый не делит x, то он вместе с x порождает все кольцо. Там пишется AP плюс Bx равно 1, умножается на y. Так что вот факториальность a от t, она следует из факториальности a и факториальности k от t. Есть ли еще вопросы? Выносим содержание, разлагаем его на неприводимое. То, что осталось, тоже разлагаем на неприводимое. Они с содержанием 1. Значит, они не в поле частных, не над полем частных, а над самим кольцом. Ну, то есть над полем частных, конечно, тоже. Но они с целыми коэффициентами. Ну и дальше все вроде бы просто. Как бы такая постоянная часть одинаковая по леме Гаусса. Соответственно, разлагается тоже одинаково в силу факториальности k. Бывает ли такое, что для неприводимого кольца для него кольцом многочленов будет патриарен? Ух, ну, наверное, скорее нет, потому что если у нас уже константы как-то разлагаются двумя разными способами, то это просто многочлены степени 0. То есть просто неприводимых над кольцом их немножко больше. То есть вот и вся разница. Ну, хорошо, тогда на сегодня, наверное, все. Завтра у нас опять. Что-то завтра некоторые примеры тут попривожу, всяких разложений на неприводимые. И, может быть, симметрические многочлены начнем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.